Здарова! Вчера видел такую телепередачу, там такой чувак иностранный какой-то журналист, и он подходит людям в разных странах, в общем, что-то у них спрашивает, как он тут живется, и он был где-то, какой-то, то ли Вьетнам, то ли, нет, там, короче, какой-то, в общем, какая-то юго-восточная Азия, я не помню, и там стоит девушка такая в церкви, там, в храме, какое-то божество такое, там, непонятное даже, то есть это не Будда, не Ганеш, там, хрен пойми, какой-то Бог, короче, у них там, вот, она там стоит, что-то с какими-то палочками, там, вот этими, там, со свечками, там, и он к ней подходит, мол, это, что ты тут делаешь? А рядом с ней еще другие люди стоят, и какой-то чувак стоит в соседстве, он у нее спрашивает, ты что делаешь здесь, что ты просишь у этого Бога? Она говорит, я прошу у него, чтобы он послал мне молодого человека, там, там, любимый мужчина, он там, ну, начинает стебать, типа, говорит, а как, ну, вот, можете с вертолета его сбросить или что-то, ну, то есть в итоге девушка пришла за этим, рядом стоит тип, и все это слушает молодой мужчина, вот, и у нее прям даже вот так вот пот течет по нему, я думаю, блин, почему девка не вспотела, а он вспотел, значит, наверное, может, он волнуется, и может, он стоял уже косился на нее там два часа, вот, и он стоит такой тоже смотрит, слушает, потом его спрашивает, мол, тип, а ты здесь зачем? Ты, говорит, знаешь эту девушку? Он такой, нет, типа, она тебе нравится, он такой, типа, ну, смущался, там, что-то такое, говорит, а ты зачем здесь, говорит, в церкви? Он говорит, а я, короче, пришел, чтобы найти себе девушку, помолиться божеству, вот, и получается, они оба стоят молятся какому-то божеству, он говорит, слушай, а у меня есть для тебя предложение, ты говоришь, да сейчас ты можешь с ней познакомиться, типа, подойди, познакомься, и он такой, типа, короче, здесь храм, здесь не принято, это, получается, этот жест осквернит божество, понимаешь, какая история, то есть, и когда он ему сказал, что, ну, почему бы это не сделать, он говорит, нет, нет, я не буду, что вы, здесь такое делать нельзя, вот, и на этом все закончилось, то есть, в чем прикол-то, что люди, причем это во всех странах и народах, то есть, вместо того, чтобы просто взять и просто сделать, использовать ситуацию любую, то есть, они ищут какие-то сложные методы, сложные пути, то есть, у них не хватает яиц, в чем парадокс, у них не хватает логики, ума, яиц, там, чего-то еще, чтобы просто взять и использовать самый простой обычный момент, она пришла в церковь искать молодого человека, я пришел в церковь искать женщину, то есть, как бы, а что бы нам не познакомиться, Если бы этот чувак был на моем тренинге, я бы ему сказал следующее, я бы сказал, слушай, так она же когда-то выйдет из этой церкви, да, и ты можешь подойти и познакомиться после церкви, и там уже, как бы, ты тем самым божество не оскорбишь, вот, поэтому, как бы, люди, которые чего-то боятся, они ищут всегда какие-то оправдания, барьеры, какие-то препятствия, то есть они идут молиться какому-то божеству, которое каким-то непонятным образом должно послать ему женщину, но это абсурд. Все валяется под ногами, все находится рядом, вот, и, как бы, как это проходит на моих тренингах практика, то есть, допустим, мы идем куда-то в поля, несколько человек, я вижу одного товарища, я говорю, смотри, вот, ну, давай, ищи девушек, мы идем, болтаем, я смотрю за его лицом, я за ним наблюдаю, и он такой идет, идет, идет такой, вот так вот смотрит, а я так понимаю, что он на девушек смотрит, я говорю, ну, что, будешь подходить? Он такой, куда, кому? Вот, и это выглядит настолько глупо, что вы из-за своего страха себя постоянно обманываете, и тот чел, если бы он хотел действительно взять, заявиться, познакомиться, он бы нашел повод. После храма, перед храмом, неважно, но, к сожалению, люди предпочитают обращаться к божеству, вместо того, чтобы просто взять и сделать, и это намного проще и эффективнее. Вот, и, соответственно, мораль видео такая, что, если ты предпочитаешь обманывать самого себя, придумай себе какие-то нереально сложные схемы, то welcome. Или, может быть, если ты предпочитаешь идти к божеству, то иди к божеству, если ты хочешь решить свои проблемы гораздо проще и быстрее, чем ты думаешь. Ты знаешь, как это сделать, там ссылочка, мы тебя ждем, пока. Привет, меня зовут Паша, я из города Санкт-Петербург, мне 31 год, прошел тренинг-практику Владимира Шамшурина, и очень доволен результатами, которые получил, результатами и навыками, которые получил в процессе обучения. А что было до тренинга? Здесь была очень крутая команда, очень большая поддержка, вообще невероятные какие-то упражнения. Что было до тренинга? До тренинга в плане подходов, ну, порой как-то неудобно подойти к девушке при всех, например, в торговом центре или где-то на улице, где многолюдно, тебя может кто-то услышать и как-то косо посмотреть. В процессе тренинга все эти мнимые страхи, которые есть в голове, они просто стираются напрочь, ты превращаешься в машину, тебе просто есть цель, все, пошел и сделал. Даже не думая, и при этом чувствую себя абсолютно спокойно, ну, как бы, и девушки, соответственно, реагируют на это. А что порекомендовал бы ребятам, кто еще не проходил тренинг, кто сомневается? Я бы порекомендовал не сомневаться и в любом случае приехать в Москву и пройти это мероприятие, потому что вы не обломаетесь при любых раскладах. Понятное дело, что каждый извлечет из него то, что хочет извлечь, и каждый получит ровно столько, сколько захочет. Но в целом движуха очень крутая, и, например, лично для себя я очень много важных социальных вещей взаимодействия с людьми, с женщинами получил, поэтому, на мой взгляд, это супер.